Лоту Гуля впервые позволил избить вора в законе и поднять руку на вора в законе считается категорически недопустимым проступком, который чреват самыми серьезными последствиями. Об этом пишет Prime Crime. Тем не менее, 35-летний потомственный кутаиский вор в законе Гуром Чихладзе, более известный как Квежович, стал первой жертвой именно такого избиения. Причина, в том, что он заявился на переговоры с куда более влиятельным законником, азербайджанским мафиози Надиром Салифовым, он же Лоту Гуля, которого считают одним из самых мощных персонажей в криминальном мире постсоветского пространства. Сообщается, что встреча происходила в Турции, где скрывается Салифов, и готовилась давно. Раньше два вора лично не общались, и сам бывший глава российского воровского сообщества Шекра Молодой, ныне сидящий за решеткой, зная взрывной характер Чихладзе, обратился с Гули с просьбой быть с ним помягче. Тот согласился и принял Квежовича, однако переговоры пошли не по сценарию. Не задолго до этого Гули узнал, что Квежович в Турции проводит время в компании членов семьи покойного Ровшина Ленкаранского, который в 2017 году совершил террат в доме Надира Салифова. Гость шокировал собравшихся тем, что принялся открыто дерзить собеседнику, буквально провоцируя на конфликт. В частности, он назвал своими друзьями сторонников покойного врага Салифова, азербайджанского криминального босса Ровшина Ленкаранского. Первым не выдержал подручный лот у Гули, некий Арман. Будучи претендентом на воровской статус, хотя пока коронации временно не проводятся из-за давления правоохранительных органов, он, видимо, решил выслужиться и прямо на глазах у Бося и избил чехла Адза, после чего тот позорно бежал. В свое оправдание Арман заявил, что не знал о статусе своей жертвы, а Гули и вовсе отрезал, своего в обиду не дам, и если он не прав, накажу сам. К тому же сегодня Надир Салифов отмечает день рождения, куда съедутся многочисленные уголовные элементы, и Гули вряд ли отдаст в обиду Армана. Скорее всего, ему вину вменят не наказание другого вора в законе, а пылкость и несдержанность в присутствии босса. Как ранее сообщали факты, отказавшийся от титула вора в законе Муха Люберецкий стал пикопером, он начал тонкую игру с правоохранителями, направленную на то, чтобы не попасть под действия путинского закона. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей, ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.